Не пить, не курить, меньше мяса, больше овощей и фруктов. По-другому прожить долго и сохранить здоровье не получится. Снова об этом говорят медики. По их словам, заболевания кишечников в последние годы стали выявляться все чаще. О методах их профилактики и лечения наш следующий сюжет. 40 лет – это именно тот рубеж, после которого каждому из нас угрожают десятки опасных заболеваний, говорят медики. В этом суждении кардиологам и невропатологам присоединяются и проктологи. По их словам, заболевания толстого кишечника встречаются все чаще. И все чаще находят рак. Сейчас во всем мире есть тенденция, что все пациенты после 40 лет должны раз в год выполнять диагностическую колоноскопию, проходить определенные тесты, в том числе и онкомаркеры сдавать. Колоноскопия – самый эффективный метод диагностики таких заболеваний, говорят врачи. Он успешно освоенный в нашем городе. Примерная стоимость процедуры – до 400 гривен. Длина рабочего аппарата более метр шестьдесят. То есть это позволяет произвести осмотр полностью толстого кишечника. Не всеми аппаратами эндоскопическими возможно это сделать. Предраковые заболевания, к которым относятся и полипоз, и вертикулез толстого кишечника, на первых порах они, к сожалению, проявляются бессимптомно. Поэтому и последний съезд онкологов, который проходил в городе Судак, было сказано, что, к сожалению, большая часть пациентов должна выявляться на профусмотрах. Болезни проявляются в виде новообразования внутри кишечника, так называемых полипов. Избавляются от них путем проведения современных малоинвазивных операций. Внутри органа заводятся специальные инструментарии, полипы удаляются. Это самые последние разработки. Это делается во всем мире. Ничего более совершенного еще не придумали. Люди после трех суток могут абсолютно спокойно заниматься обычной жизнью, социально адаптированной. И в их жизни нет ни большого массива медикаментов. Самое главное это то, что человек в послеоперационном периоде нормально себя чувствует и максимально быстро приступает к активной трудовой жизни. Медицинская наука не знает ответа на вопрос, почему полипы появляются. Поэтому рекомендации профильных специалистов традиционны. Не пить, не курить, беречь собственное здоровье. Все-таки Средняя Азия, Африка менее подвержены. И у них заболевания толстого кишечника стоят на восьмом месте. А во всей Европе и в Америке это третье-четвертое место. А почему у вас здесь так? Меньше белковой пищи, больше овощей, фруктов. Тех, кого беспокоит этическая сторона вопроса, медики заверяют. Анонимность и конфиденциальность гарантированы. И добавляют, стыдно не болеть, стыдно не лечиться.